Добрый день, мои дорогие друзья! Съездила я сегодня в светофор. Пришла ко мне Лена, сейчас она занимается в огороде делами, и говорит, что, ой, вот я покупала чебуреки в светофоре, и они очень-очень вкусные. Я говорю, я как-то никогда их не брала, потому что они со свининой, я свинину не ем, я их не хочу. Она говорит, а я очень хочу. Я говорю, ну ладно, раз ты приехала ко мне на целый день, помогаешь мне тут воевать с травой, значит, я сегодня куплю это, я не сняла даже очки, только волосы сняла резинку, потому что всё, они мне что-то растрепались все. Вот, и я говорю, я тогда их куплю. Ну, не важно, что я их есть не буду. Вот, ну и я поехала. Поехала. Прихожу на остановку, нету расписания. Недавно поменяли, уже его нет. Ни с одной стороны автобуса, ни с другой стороны остановки. Ну, думаю, по идее, вот я пришла к тому времени, когда автобус должен быть. Ну, пришёл, только не тот, потому что у нас на нашей остановке здесь приходят три автобуса, единичка, тридцатый и двадцать пятый. Правда, они там разветвляются где-то и идут в разные стороны, но до светофора они доезжают. Ну, и что же, девочки, я купила? Покупок немного, немного. Я всё езжу и всё смотрю, где же это мои конфеты, царь-девица, и нету. Конфет привезли много, там наложили, там прямо загружено всё, но, увы, моих нету. Ну, купила я, купила я чебуреки. Они не очень большие. Я почему-то их представляла, что они должны быть огромные, как у нас на рынке в кафетерии их готовят такие. Вот они такие большие, красивые, вкусные. Я когда работала на рынке, я их иногда, иногда покупала, потому что когда на рынке стоишь целый день, ну, не целый, там до 4 часов с утра, то иногда кушать хочется, и уже не думаешь, ну, тем более это уже было давно. Не думаешь, что там, какое там мясо, свиное, говяжье или куриное. Вот. Вот такие вот чебуреки. Они даже у меня по дороге немножко разморозились, потому что долго стояло на остановке. А там солнышко. Вот уходило, солнышка не было, было затянуто небо, а теперь опять жарко. Вот. Хорошо еще одела платье покороче, что не болтается там, и в автобус легко с сумкой, и в автобус легко сесть. Так, в общем, чебуреки купила. Пускай дальше размораживаются, потом будем их готовить. Я никогда не готовила такие вот чебуреки. Ну, что-то похожее делала. Кефирное тесто, и внутрь сыр натирала, не с мясом. Ну, и просто их обжаривала, и все. А вот такое вот никогда не покупала. Взяла йогурты четыре штучки. В прошлый раз я тоже брала их так, они рубль двадцать пять стоят. Да, чебуреки стоят три рубля шестьдесят восемь, по-моему, копеек. Вот, йогурты четыре, их надо четыре только брать, не меньше. Рубль двадцать пять. Рубль двадцать пять, это они почем? По тридцать, по тридцать одной копейке, и плюс еще одна копейка. Вот, вот такие вот с малины, тут с яблоком. Думаю, может быть, выходной, может быть, Риша с Максюшкой. И с Малюшкой придут. Вот, он любит, он приходит и сразу в холодильник смотрит, есть ли там йогурты, есть ли там сырочки, и есть ли там мороженое. Но мороженое я не купила этот раз, я про него совершенно забыла. Взяла вот такой вот сыр для сэндвичей. Я его часто покупаю, мне он нравится. Вот, даже сейчас, когда я не покупаю батоны, а все беру баранки, то вот так вот иногда вечером такую вот пластиночку достанешь, червячка заморить, если захотелось кушать, чтобы не кушать. Вот, аппетит перебьешь, и все нормально. Девочки, наверное, надо мне очки снять, что-то они мне тут стали мешать. Как я там выгляжу? Вот, взяла две упаковочки сока. Вот этот вот бери и пей стоит, по-моему, 35 копеек, а вот такая вот Аленка то ли 42, то ли 46 копеек. Тут яблоко с вишней, а здесь просто яблоко. Ну, тоже, тоже должно быть в холодильнике, обязательно. А сыр рубль 35, по-моему. Взяла пакеты. Еще мне надо было черненькие маленькие просто на корзинке одевать, но там были только очень большие. Ну, а зачем? Хотя они и недорогие, но очень большие. У меня нет таких емкостей, на которые их одевать. А вот эти вот мешки я беру, они с завязками. Я тогда собираю один мешок из туалета, второй мешок из-под раковины. И вот в этот вот. Когда у нас жил тут вот сосед, другой, не тот, который купил дом и построил здесь. У него был склад. Он на склад привозил орехи. У него точки были на базаре с орехами. И у него были все время такие, знаете, белые сахарные мешки. И он дарил нам эти мешочки. Вот тогда в них удобно было сдавать мусор. К сожалению, теперь нету. Тот, который сейчас не работает, а живет сосед, он ничем не занимается. Живет он где-то в другом месте. Дом строит и ничем не торгует. Может и торгует, но во всяком случае склад его не работает. Поэтому вот я теперь такие мешки. Ну и, конечно, я купила конфеты. Да, с пальмовым маслом. Да, с пальмовым маслом. Да, мерзкий кондитер. Вот российские конфетки. Вот, искала-искала царь-девицу. Царь-девицы нету. А потом смотрю, женщина одна идет. И так сразу эту пачку раз, себе в сумку. Я так посмотрела на цену. Ну, думаю, человек, раз не читал ничего и не разбирался, что это за конфеты, наверное, уже брал и, видно, понравились. Думаю, ну, может быть, и мне понравится. Я, правда, прочла, из чего это состоит. Видела, что там есть какао-масло. Значит, вероятно, оболочка шоколадная. И внутри печенье с мугой. Вот. Целый килограмм. Четыре рубля. Четыре рубля. И сколько-то копеек. А сколько копеек? Я не помню. Но здесь целый килограмм. А давайте мы посмотрим, что там внутри. Конфеты у меня есть. Вчера, когда Лена приезжала, она пошла в коммунарку, говорит, хочу конфет с коммунарки. Купила три вида. Два вида Аленки и черемушки. Ну, в общем, вечером мы уже с ней с конфетками там, с пирогом и с конфетами были. Но я вот решила, что мне надо много конфет. Что-то Людуська ко мне не приходила. Говорит, устала. Тут ей перед... В выходные передвинули. Говорит, жду, не дождусь отпуска. Так. Ну что, будем смотреть, что это за конфета. Так. Шоколадом покрыто. Это хорошо. Ну, может быть, не столько шоколадом, сколько каким-нибудь этим самым, как она называется, плиткой этой шоколадной. Так. На что же-то мне положить? У меня салфеточка тут есть, но это ж... Так. Шняка тут... Я ему стульчик подставила. Думала, он меня тут будет проверять. Таможня моя. А он поел, похрустел и ушел. Так. Сейчас я возьму салфеточку. И на салфеточке я разрежу эту конфетку. И мы посмотрим, что же там внутри. Режется. Знаете, она вот режется, конфета, как вот шоколадка Марс, вот типа такого. Внутри она вот такая вот. Белая. С прослоечками, с печеньем. Девочки, неплохо. Неплохо. Я не разочаровалась. Валится. Дальше печеницам больше. Мне понравился кофе. Самое то. Муха прилетела. Стоит открыть дверь хоть немножко. А не тут, как тут. Я уже даже достала этот самый дихлофос. И они же летят тогда, полетают, полетают. И на окно. Окно вчера залила дихлофосом. Ну, вот она пока что прилетела. Так что. Так что вот так вот я сходила. Больше ничего. Ну, народу совсем нету в светофоре. Как-то посмотрела, посмотрела. Вроде прямо и нечего брать. Мясные. Мясное. Я там только вот, если вот этот вот такой кусочек свинины могу взять. Но сегодня его не было. Так бы я его обязательно взяла. Потому что в прошлый раз, когда Ариша приходила или Лена, они говорят, что очень вкусно это. А сосиски. Девчонки мои берут. Вот и сосиски, и эти сардельки, шпикачки. А я, честно говоря, я их не покупаю в магазине. Поэтому я не знаю, я не знаю цены. Не знаю, выгодно там брать или не брать. И тем более там оно килограммами или больше килограммов. Я не люблю такое количество сосисок брать. Если мне сосиску хочется, я тогда прошу. Говорю мне штучек 6, штучек 8. Вот на пару дней достаточно. Вот, а целыми пакетами огромными. Потом что, замораживать их? Вот, поэтому вот так вот съездила. Ну, конфеты ничего, девочки. Конфеты неплохие. Вот. Вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...